Финалочка? 14-я онлайновая. А сколько, ну вообще, какие части Final Fantasy, ММА или они все были всегда... Или не в том месте, а ты спрашиваешь, братан. Гей-клуб прямо по коридору. Хорошо, тогда я пойду там узнаю и вернусь. Хорошо, узнаю, узнаю. Игра про мальчика-фантазера, который в своих фантазиях превращается в супергероя, побеждает суперзло, стреляет из рук апельсинами. Когда-нибудь он узнает, что правая рука может сделать его гораздо более счастливым, нежели если представлять себя волшебником. Возможно, и это в игре будет, откуда ты знаешь. Бесплатная, кстати, игра. У меня Капитана Духа 100% бесплатно. Капитан Духа звучит как Кликухова. Я не знаю, было бы забавно, если бы его в российскую армию забрали, и там бы он стал просто глупым, в конце концов. Стирал бы дембелем штаны и портянки. Слышишь, Кекс? Кстати, завтра Fortnite на Switch будет портирован. Вот так вот. Может, пора покупать Switch? У меня он есть вообще. И у меня есть. Оу! Оу! Мы вообще-то в тренде с ним. Мы эти игры-то как бы на стрим не уважаем, а сами-то потом это... Между прочим, это уже одиннадцатый Dragon Quest, и он действительно уходит на Steam Plastic 4, а не на Switch. Надеюсь, он будет лучше седьмого. Мне больше всего нравится пятый. Ну, это классик, сам понимаешь. Ну, это да, это зачем с этим странно. Такого уже не будет. Кстати, еще раз извиняюсь, что не узнал Авелона, который представлял Dying Light One. Он реально стал жирный, похожий на Джона Пеший. Я это узнал в самом конце колумбиселя. Может, это Skate 4? Не, я думаю, это Skate 4. Не, я думаю, это Skate 4. Не, я думаю, это Skate 4. Нет, вряд ли. Это просто фильм нам показывать? Не, возможно, это игровая. Типа графика. Endgame Graphics, как говорится. Но выглядит пока лучше, чем... Похоже на Next Gen. По графену. А он глухой. Ой, зря они к нему идут, конечно. Не, не, не. Он одного уже вырабил, пока не шли. Сейчас они подходят. Ноку-ноку. Штаны не снимают. Тут... Нет, слушай, это стало игрой, вдруг неожиданно. Но мы не отличим, конечно же. Молчаливый человек. Слушайте, а может кто-то сделать игру, где не будет звука из-за того, что ваш главный герой глухой, типа звука нет? Мне вспоминается, мне вспоминается фильм «Слепая ярость» с... С Рудгером Хауэром, но тут пошли дальше. Какой-то ямарь глухой бьет людей. Он не услышит хруст ваших костей. Я бы так подзаглавил все это. Ну, если честно, то выглядит прохладно. И в чем фишка? Бомжей сбивайте. Будет... Не, из этого можно, конечно, вытянуть забавные диалоги, так сказать. Ситуации... А вот, я помню, мы уже пророчили эту конкуренцию в Fallout 76. Да... Ну, я даже не знаю, какую игру будет больше покупать, если честно. А прикиньте, люди этого... В этом Quiet Man там противники будут такие «Мужик, чё ты нас бьёшь?» Типа, за что? А он вообще ничего не слышит, просто бьёт людей. И вот это будет твист в конце. Что он просто дебил, который избивал людей, которые молили его перестать. Ну, это собачий кал Rainbow Six. Да, показывают лучшие моменты из Rainbow Six'а стримов. Я не знаю ни одной игры хуже. Это кошмарное говно. Я просто понимаю, зачем они до сих пор поддерживают эту игру. Наверное, худшая игра вообще в истории человечества. Потому что играют в неё, наверное. Ну, судя по нарезке, играет одна какая-то баба, видимо, против ботов. Это ужас. Это ужас. DLC для Far Cry, я так понимаю, связанная с самым угарным персонажем. Херком. Ну ладно. Мне понравилось. Зашла. Концовка тупая какая-то. У Херка машина, он скатился, на него тут же олень напал. Ну, это стандарт, на самом деле. Блин, у меня флэшбэк небольшой с этой пумой. Она хлопала в ладоши, когда были моменты из Rainbow Six, но такое веселье девушки не по душе. Нет-нет, ребята, это за гранью. Ей заплатили, чтобы она хлопала во время Rainbow Six. Я уверен, что все, кто в неё играют, получают деньги, потому что хуже работы. Если мне предложили неделю вкалывать на заводе или час поиграть в Rainbow Six, я бы пошёл на завод, не думая просто. На заводе покормят ещё. Да, в Rainbow Six только говном покормят, это ужасно. Ужасная игра. Вот типичные, видимо, геймеры, любители Rainbow Six стоят. Блин, у него рука больше, чем у него нога. Значит, качается, наверное. Салон накачивается. Казалось бы, причем тут Украина. Так, Just Dance, похоже. Дополнение, где надо танцевать в костюме животного. Как будто новый клип группы Ленинград. Смотри, только никто не поёт. И всё же, к чему это ведёт? Ты сейчас раз так и типа... Division 2, ребята. Да нет. Нет. Я думаю, что это Fallout 76. Ха-ха-ха. Поскейтчик. По атмосфере. Не, я... После скандала, после того, как я трейдер киберпанк названным и шпиом, Fallout 76 клунады для дегенератов, я типа смотрел, как меня опускают за это. Я понял, что надо хвалить любую мурлу просто. Какое бы дерьмо тебя не скармливали, ты просто должен быть классно. Я жду. Хайп-хайп. Да. Да, чувак. Не правда хайп-хайп? Вот теперь ты прав. Теперь ты классный. Миллион лайков. А, ну Just Dance. Да ладно, да не может быть. Какой поворот. Не, я еще начал сомневаться. Подумал, что Assassin's Creed. Главное даже через 10 лет сказать хайп-хайп. Хайп-хайп. Брендинг. В Азии любит как бы панда. Представляешь, вот это был бы шедевр, если бы он снял Кодзиму. Не знаю, я не думаю, что у Ubisoft есть столько денег, чтобы нарядить Кодзиму панды и заставить к ним целовать. Я думаю, там Крис Авалон, он, наверное, согласится на все забатки судьбы его внешне. Ха, извиняюсь, что он согласился на Энк Лайкова делать. Но, Кекс, твоей любимой франшизе реально повезло. Ну, не любимая, но с удовольствием поиграю. Не без удовольствия. Начну, по крайней мере. Если бы продолжение моей любимой игры делал Крис Авалон, я был бы очень доволен. Какой? Ну, не знаю, любой. Паллаута того же самого, но просто... Почему-то счастье выпало на долю Дайн Лайта. Ну, алкоголизм, как говорится, добра не доводит. Будете пить, тоже будете Дайн Клайд делать. Как будто это что-то плохое. Ну да, но если тебя уже из обсидиану выгоняют, то надо задуматься, наверное, о самом поведении. Скейт 4. А Dead Space не Ubisoft выпускает, нет? Ты перман, что ли? Нет, та игра про обезьяну, да. И ерунку т.д. У нас будет пройти, что первую часть. И вообще не шарик, откуда такой хайк. А что она вообще? Там просто в плотных ролях обезьяна, которая что делает? Я что-то вспоминаю с первой Е3. Смешно только тебе, Кирилл. Ты, файкер, вообще не переживай, на Украине запретят, мне кажется. Слава Украине тогда. Что я могу сказать, наверное? Вздеевательством священным животом. Недобезьян? Вдох, нет. что вам что я бизен как это азиатские акции это наверное чтобы отогнать все мысли опять ты за свое я в щице измахали да ладно красивый трейлер посмотри все взрывается все летит мне нравится трейлер он реально крутой вот это офигенный трейлер если бы я понимал про что игра и знал первую часть обновлены даже даже без этого у меня вот это классный трейлер вот это охренительный трейлер от него мурашки по коже киберпанка трейлер блин посмотрите это охренительный трейлеры я не знаю о чем она ее люблю мне вообще насрать мне достаточно того что на экране происходит что будто танос на своем корабле подлетел вообще один из лучших трейлеров е3 я щас не прикалываюсь он как бы нам показывает как трейлеры должны выглядеть этому возможно уже забыли видимо это видимо и героини первой части блин я не знаю что это за герой но я даже чувствую вот хайп знаешь когда показывают чувствуешь что это кто-то из прошлого но это женщина я вернули в гейминдустрию спустя сто лет рассказывал видимо они побольше сделали еще один трейлер уже в прошлом году был крутой трейдер да неплохой на этот мне кажется еще круче во много раз нет я до сих пор не знаю про что игра но мне даже захотелось первую часть пройти у орландо блума озвучивает джейд отлично у него роль была в числе в числе стоим значит мы по-моему перепутали все это оказался о рейнбо сикс похоже нуля ну лан все гляди как выглядит этот чувак беру свои словами вдруг еще отвечает классная игра очень интересно 35 миллионов игроков это всего на 5 миллионов меньше чем персонажи в этой игре бронеж там реально уже целая куча да они уже даже не помещаются на плакате скоро их друг на друга придется сажать бесплатно короче ближайшую неделю но как как чемпион сыгра видимо умирает сколько в нее не пихая оперативников скуку не победить в прошлом году четыре миллиона игроков умерла зевну порвались мышцы рта и я не стекли кровью прям за мониторами телевизорами но но они анонсируют полгода лига этой замечательной игре 6 месяцев мажор в париже еще ни одной команды не существует поэтому может позвать своего соседа за бутылку но вряд ли мы можем играть можно попробовать занять последнее место в этом турнире для как-то хотел мечтал но я боюсь что первое последнее место на этом турнире это единственное место вряд ли кто-то вообще согласится участвовать в турнирах ну что ж создательный андорс эксидж ну это в этом году мало оперативник только мне он робина вильямса напоминает он напоминает только друга большого любовства у него мимика такая чувак у тебя какие-то супер странные сравнения ты потом скажешь а вот и рябов перевернулся и девольвер женщина из девольвера укусила его видимо на входе падающий человек что может быть смешнее французский мир дорогие друзья наследник пьерри шара и луида финеса на вашем ип ой-ёй-ёшеньки ой-ёй-ёй-ёй а никто же не помог это было абрахам линкольн сказал будь пацаном вывози за базар с той америкос если ты упрямый пёс Собственно, с этого Начинается трейлер, так сказать Игры Я прям посмотрю И вспоминаю третий фалач Когда вижу руины Вашингтона Но здесь они, естественно Несколько по-другому выглядят Как руины во время гражданской Войны и общего такого Запустения 15 марта 2019 А че так не скоро Я думаю, уже в этом году Да и бэт, наверное, только зимой В лучшем случае Ну, это не очень Хорошо, но я в предвкушении Это, наверное, самое ожидаемое пока Для меня это На всем E3 Тут месяца два назад приезжал японский оркестр В Москве был концерт, короче Где играли композиции из Dark Souls Из Bloodborne Из других японских игр Из финалов каких-то И, короче, я взял Билеты И вот неделю назад я вспомнил Об этих билетах В Чевроле В Питерскоро тоже приезжают Только там героев Из героев музыку будут играть Я тебе рассказывал, Рохл, про свои Сенхайзеры за 20 тонн Короче У меня Сенхайзеры были за 20 тонн Ну, когда у меня бабки были Я их купил Давно уже был год два назад И потом то ли я их стулом переехал То ли их год разгрыз Ну, короче, провод Запоролся Я, короче, думаю Может, когда-нибудь починю Выкидывать жалко Хотя я несколько раз порывался Их выкинуть Но как-то забил Укинул их в коробку И с тех пор у меня вообще Не было Какого-то такого Финансового положения Что позволить себе Нормальные наушники Вот И они просто лежали В этой коробке И тут Ксюка Заказала себе Короче Ну, такие же Примерно сенхайзера Подешевле За девятку И она, короче Ну, открывает коробку А там шнур Отдельно от наушников Вставляется Типа Ну, сами наушники Я говорю Слушай, может и в твоих тех Так же было Да ладно, брось Че, они два года Лежали в коробке И этот запор Петров Может быть Просто отсоединить И вставить другой За 500 рублей Да Оказалось, что Так оно и было Ну и теперь Ты сидишь в сенхайзерах Правильно? Да, да Все время до этого Я сидел в каком-то дерьме За 3 тонны Потому что Это единственные наушники Которые продаются В наших магазинах Типа Ильдорадо И нормальных ушей Не найдешь Короче И Бесофт Сингапур Продакшн Нифига Дед Айланд Дед Айланд Опять Нет, это та игра Про пиратов По-моему Да что-то она кровавая Студия в Сингапуре Блин, я даже не знал Что Слушай, это та игра Про пиратов? Не может быть Я у кого Ну, она стала какой-то Ну, корабли горят Она интересной стала Там просто плавали Типа корабли Да, теперь труппаки Чувак, я, если честно Начинаю сомневаться Что эта игра Либо этот трейлер Такой рафьяный Либо Концепция развивается Потому что Там просто плавали корабли Довольно умыло Но мне нравятся Эти волны Крутые корабли Такие, знаешь Гигантские Вот какой-то Ритический корабль Кратос Крылья Ну, это круто Блин, вот в эту игру Я хочу поиграть Смешает только Что ее в Сингапуре Делают У меня был Как-то телек Собранный В Сингапуре Мне кажется Они для атмосферности Просто Соврали На самом деле В Китае Собирают Скалбонс Эта игра Круто Ну, это, блин Сниматик Трейлер На самом деле Геймплей Там они так и будут Плыть Будет возможность Реально сходить На берег Он сказал, что Здесь есть все нужное Возможно Закупаться Надо Да, он Подошел И там Типа Появилась Минюшка Неужели? Неужели? Силки Это вообще Офигенно Полная Кастерализация Это нет Не говно Для детей В микрософон Стори Которая Продается Здесь, похоже Действительно Будет круто Причем Тут именно Идея Это нормальная Даже Не то, что Она еще И выглядит Хорошо А еще Идея То, что Урон Есть Что может быть Блин Проще Чем Сделать Игру Про Пиратов Пираты Сами Все Супер Офигенные Блин Бухаешь Потом Садишься На корабль Грабишь Кого Плывешь Опять Бухаешь А что Нам Показали Там Садишься Ядро Летаешь Акулы Какие А вот Клет Сажать Блин Выгляд Круто Я вот Только За Возможность Постоять Наверху На мачте Так сказать Повисеть Готов Блин Просто Я очень Надеюсь Что это Не один Человек Играет Это все Что может Запороть Игром Сказал Что Можно Шарить С друзьями Ну да Но кто Сказал Что Вы будете На двух Разных Кораблях Или На одном Понимаешь Непонятно Когда Может И выйдет Игра Где Можно Друзей Собрать И вы Сорок Пьяных Пиратов На своем Собственном Корабле Отворите Беспредел В баре Посидеть Будет Это Пока Выглядит Как World of Tanks На воде Я тебе Скажу Что Это Выглядит Так Будто Тебе Надо Будучи Пианистом Перещелкивать Стрелять Реагировать Он Приключается На свою Команду Снизу На Тип Капитана Плюс У него Там Босс Как Стоит Выстрелы Выглядит Прикольно Все равно Вот Начинается Абордаж А он Как реализован Не особо Показан Ну И Выграет Форманули Они Легендарный Сундук Не Короче Это Типа Дивижн Игра Только В море Я так Понял Мы Не Своими Заморочками Управления То есть Типа Такая Есть Хаб А потом Ты Идешь В открытое Плавание И рейдишь Пве И Пвп Видимо Я уже Вижу Как там Типа Всякие Красивые Паруса Из лутбоксов Надо будет Тянуть Но я Чисто Радь Сеттинга Эту игру Выглядит Прикольно Да Ты посмотри Какой Посмотри Какой Ну график Это вообще Бомба Она Реально Вот такая Игра Если бы С возможностью Играть С друзьями Ходить По кораблю Вместе Пришвартоваться Где-то На островке И там Корабль Да я Титан Та Который Да Вот этот Который Сейчас Задницу Вот этот Вот этот Посередине Охренительный У меня в детстве Была книга Про корабли Там такие Были Нарисованы Это еще Такой Корабль Ну слушай В первом Трейлере Нам вообще Показали Кардинально Отличающийся От этого Трейлера Так что Надеемся Что Там просто Фуфел Какой-то Был Как будто С Иксбокс Трячийся Я же Расстроился Ну тут Порядок Вообще Не Чувак Эта игра Даже Сам Будет Плохой Короче Чуваки Объявляю себя Фуллстримером Этой Игры Не знаю Какой Она Будет Я Фуллстример Мне больше Ничего Не Не Извините Посмотрите Сайт Я Хотел На Бетку Записаться Откройте Этот Сайт Не Я Тоже Зашел На Гейм Клуб Какой-то Типа Ну Как Б Записался На Бетку Проверяйте Ребят Не Ну Да Типа Нормально А потом Бетка Приезжает Ко мне И записывает Меня Я Слепо Смотрел Зато Вот эти С розовым Типа Как у Чувака Предпоследнего Я Пойду Скину Ссылку В чат Ну Я Честно Скажу Типа Трусы За 28 Бакс Это Перебор Если Че Я Тебе Могу Скинуть Где На Реальную Да Скинь Потом У меня Видимо Рофл Был Я Не знаю Зачем Они Ссылку Дали Может Он Трусы Продает На самом Деле Беспалевная Реклама Трусов Так Это Что Номан Скай 2 Что ли Да Не Не Графон Никто Никогда Не Выпустит Номан Скай А Почему Они Графоне Таком Сделали Другом Ну Это Реально Похоже Прикинь Номан Скай 2 Сюжеткой Я Просто Проиграю Сейчас На Сюжет Но Выглядит Прикольно Но Играть Я Конечно Не Буду Не Очень Люблю Я Бо И Не Сказал Что Выглядит Так Ж Прикольно Ну Типа Боссы Какие Летаешь Боссы Всякие Большие С ними Стражаешь Что Строишь Короче Нет Нет Не Интересно Фуф Лыжная Какая То Игра Для Любителей Космос И Мультиков И Игрушку Можно Купить Которая По Качеству Не Уступает Игрушке На Схепи Мил Надо Сейчас Позвать Место Блин Мы Ивана Позвали Как Представителя Молодежи Нам Нудит Нам Нужно Позвать 14 Или 13 Летнего Школьника Который Будет Въезжать От Каждого Трейлера Знаешь Я Могу Реакции Сейчас Стримеров Таких Много Я Реакции Смотрел Типа На Трейлеры С Е3 Сидит Чувак Зеленый Экран Что это За Экран Может Это Скейт 4 Я Верил Вчера Как Ты Скинул Чувака Про Киберпанк Который Вообще Жесть Что Это Что 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 Чуть Кондратия Не хватит Красная Белка У него На Плечья Стражей Галактики Это Брат Ракеты Да Не Может Быть Старлинг Я Всегда Мечтала Чем То Это Старфокс Видимо Как Же Классно Трейлер Новой Игры Я Думаю Они Продолжают Предыдущую А Нет Это Все Старлинг А Во Японец Миямот Все Таки Долго Он Держался Типа Я Все Ждал Когда Я Еще На Донки Конге Прогнозировал Но Видимо Это Было Недостаточно Недостаточным Поводом Чтобы Ввести Японца Я считаю Что В Бинго Е3 На Следующий Год Должен Был Пункт Юбисофт Выводит На сцену Японца У них Конечно Не Закончится Контракт С Нинтендо Все Очень Любят Миямот Из Года В Год Кодзима От Мира Юбисофт Ну В общем Дарит Фигурку Старфокса Вместе С Кораблем Старфокса Спрашивает Нравится Ли Тебя А тот Горит Кал Какой У Нас Горит Рабы В Подвале Лучше Лепят Но Дожму Друг Другу Руки Подраться Это Отец Кодзима Подраться Не Отец Кодзима Это Отец Супер Марио Какого Нибудь Это Культовая Личность Ему Все Хлопают И его Везде Выводят На сцену Много Раз Каждый Год Подряд А Интересно Вот Японец Понимает Хотя бы 10% Сказанного Ничего Не Понимает А Кто Понимает В Главе На Японском Крутится Слово Дегенерата Как Кто Говор Не Знает Как Вырастить В В Японцы Увели Из Зала Не Дали Смотреть Ну И Вот Собственно Видимо Последний Трейлер На Сегодня Это Новый С Фор Хонор Это Оказалось Фор Хонор А не Ассасинс Сори Андерс Говорит С Не Будете Играть Фор Хонор А наш Онлайн В Эм Году Упал До Четырех Человек То Я Приду Лично Домой Каждому И вот Этой Правой Своей Татуированной Рукой Как Следует Вас От Муд Дох Так Что Немедленно Ставить Игру И Ближайшую Неделю Она Будет Бесплатной Меня Зовут Лысый Браз Браз Всем Спасибо До С Браза Всем Не Играл Теперь Твой Шанс Поиграть Если Я Еще Пять Назов Предсказал Что Все Будет Бесплатно В Ближайшую Неделю Не Все Мы Готовы Расширить Наш Мир Расширяем Гац Готовим Ну Все Бегу За Кошельком А Хотя Стоп Зачем Он Ближайшую Неделю Бесплатно Вообще Мне Нравится Вот Это Я Уже Заметил Эту Тенденцию Если Игра Умерла То Они Ну То И Короче Бесплатно Тебе Втюхивают Чтобы Ну Хоть Какой Онлайн Появился Только Наверное Клифф Со своим Лоу Брейкерсом Так и Не Попустился Поэтому Вчера Онлайн Там Был Два Человека А он Закрылся Вроде Уже Это Видимо Разработчики Да Игрывают Я Предлагаю Стать Игроками Лоу Брейкерс Провести Турниры Стать Единственными Постоянными Чемпионами Мира С Лоу Брейкерс Сегодня Стала Бесплатной Серьезно Может Про это Скажут На PC Гейминг Шоу Достала Бесплатной Сегодня Ее вчера Семьсот Рублей Продавали Я серьезно И там Появился Рокет Лига Режим Так А погодите Онлайн По прежнему Три человека Он вырос По сравнению С вчерашним Днем Мне кажется Те три Которые Вчера Ее купили Расстроились Это я Диды Я хотел Очутить себя В мертвом Пространстве Такое Знаешь Постапокалипсис По настоящему Раз будет Не таким Эпичным Я показал На стриме Онлайн Лоубрейкерс Блин Как же грустно Иногда Такое смотреть Но вчера Было Три человека Четыре В среднем За последние Тридцать Дней Онлайн И это Двадцать Три Процента Прирост Кстати Типа Семьсот Рублей А вот И Ассасин Бодисея Эт Спарта Какая Выкинул Дреща Просто Ну как Известно В Спарте Если ты родился Трещом Тебя просто Чувак Похожий На Джерда Батлера Выкидывает В канал Ибо Не нужен Оу Статуи Богов На унитазе Везувий Извергает Лаву Все Жестко Бородаты Напоминает Одновременные 300 Спартанцев И Прыжки Брэда Питта В фильме Троя Крёв 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 Никто не сомневался В твоих усах Думаю тебе понравится и эта игра Возможно Странно что её высадили на пирсе И чтобы дойти до земли Ей пришлось прыгать Паркурить Жан-Поль Бельмондо Встречает её Вообще очень похожа О Диалоговая система Пацаны Причём лучше чем колесо Даже Нифига себе А была она Была она В последнем Ассасин Криде Мне кажется Там всегда был чистый Сценарный сюжет Диалоги Пацаны Даже не с колесом Три варианта Три строчки Пусть и сокращённые Но тем не менее Они всё-таки Доросли до того Чтобы Приблизить К Ведьмаку Ещё ближе Так сказать Не В это я действительно Хочу поиграть Ещё бы модельку Главное заменить На седого Бородатого мужика Уже последний Ассасин Крид Был жёстко Похож на Ведьмака Но не было Только диалогов Вот Да Женщина персонаж Какая-то Честно говоря Ну Она вроде не стрёмная Да Как в Андромеде Специально какую-то Уродину сделали Но Нету Какой-то Сексуальности Не привлекательная Она воин Всё-таки Воин Во-во Воин Я согласен Знаешь На теннисистку Какую-то Пловчиху Похожа Такая Рукастая Плечастая Какая-то Да Взгляд Такой Тупой Тупой Как бы Ты прям Боксом Занимал 20 лет Юкант Дефит Твоя Манда Меня побеждает Сказал Наёмник Перевод Перевод От Фаргуса Что Извезли Новый Assassin's Creed Красивое Добивание Но Если учесть Как она Его Била Отсуществля Рваных Ран А также Крови Выглядела Несколько Сомнительно Продолжение следует